Друзья, доброе утро! Увидела в окно вот такой рассвет. Вот как вам не показать? Это чудо какое-то. Посмотрите. Для таких случаев мне точно нужен велосипед, чтобы утром ездить рассвет, встречать на окраину станицы, а вечером закаты снимать, любоваться ими. Нет, камера не передает этого. Вообще не то. Это алое такое зарево, алое просто. Плохо видно. Жаль. Жаль. Ну, я постаралась вам передать вот эту красоту. Михалыч уже работает. Вон голова его торчит в окне. Программирует, сидит. Посмотрите, какой он обширный. Вот так вот так их баня мешает. Вот так. У нас сегодня очень тепло. Я даже в ночной рубашке выскочила. Гетро нет, тишина. Сегодня, вот сегодня точно будет плюс 18, потому что даже с утра тепло. Утром, когда рассвет, то вот те дома соседние розовые-розовые всегда. Это то, что я вижу из окна каждое утро. Мы вчера осилили только два дерева. Только два. Потому что у Михалыча всего было полтора часа свободного времени. Мусенька, ты пришла? Ты же вроде дома была. Дверь открыла, что ли? Эй, тетка. Муська стала меньше дома проводить. Весна, наверное, гуляет. Со мной пошла гулять. Мусенька. Она любит вот так на черешню залезть и точить когаточки. Кстати, дома вообще не обо что... Нет, она ковролин точит. А так вот диван не трогает, не точит. Мусенька. Эти камеры хорошо снимают. На улице так-то еще темновато. Тепло, хорошо. Петухи орут. Машины немного мешают, конечно. Люди на работу едут, видимо. Конечно, хотелось бы красоты. Тишины. Но... Жизнь кипит. Что сделаешь? Нет, не передается вот эта вся красота. Это такое... Зарево прям полыхающее. Здесь на камере оно больше желтое. На самом деле все красное прям такое. Я даже не знаю. Не получается передать. Ну, поверьте мне на слово. Это очень красиво. Это божественно красиво. И так тепло, что у меня за ночь. Высохло белье полностью. О-хо-хо. Помчалось. Я вечером прям уже темно было. Повесила белье. Потому что сегодня мне в Краснодар ехать. И поэтому я вчера вечером настиралась. А оно уже сухое. Мусенька. Кс-кс-кс-кс-кс. Такая интересность. Все слушает. Ушки поднимает прям. Мусильда. Хе-хе. Пришла такая посылочка. Есть у меня китайский шуруповерт. Шуруповерт как шуруповерт. Дешевый. В нем через полтора года вышла из строя одна батарея. И чуть попозже вторая. Не стал я их чинить. Там можно было, конечно, поменять отдельные аккумуляторы, из которых она хранится стоит. Выписал себе еще новые. Пришла посылка. Обычная коробочка. Смотрим. Что-то внутри. А внутри коробочки. Пупырка. Новые аккумуляторы. Вот один. Вот другой. Посмотрим. Заряженный, не заряженный они пришли. Вроде бы работает. Второй. Полный заряд. Аккумуляторы. У того же производителя, что продал мне этот шуруповерт. Поэтому, думаю, что проблем не должно быть. Иду по улице Красной. Хочу этот таблиц посетить. Его видела только у блогеров, у многих этот магазин. Это продуктовый магазин. Ну, цены там, конечно, высокие. Ну, сейчас посмотрим. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Ничего я вообще не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Затарилась семенами Оно находится Этот магазин находится прямо напротив МВД И сейчас иду на трамвай и еду в больницу Семена взяла, помидор Но я вам потом покажу Что я взяла Хороший магазин, хороший продавец Даже в туалет пустила Вот так, ребятушки А так, где бы я сейчас здесь нашла Смотрите, сегодня как тепло Так солнце светит Прям, знаете, как будто Первые числа мая В горном Алтае Очень тепло Иду на трамвай На трамвай Сейчас буду долго-долго ехать Так, какой-то там идет Надо поторопиться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что я привезла с города Я привезла железный купорос Большое спасибо всем Нашим зрителям Кто нам подсказал Как бороться с лишайником Самое главное, что я уяснила Что это не смертельное заболевание Будем бороться с лишайником Будем разбавлять Будем белить, мазать, красить Спасибо большое Спасибо большое, взяла две упаковочки В магазине плодородие Это кто краснодарцы На улице Гаврилова Есть такой магазин плодородие Там отличный такой продавец Наташа, я уже про нее рассказывала Она вот мне посоветовала помидоры Смотрите, агрофирма Партнер Очень ее хвалят Эту агрофирму Томат для защищенного грунта Бабушкина И сзади там написано Что вкус как в детстве В далеком Ну посмотрим Она говорит, что это проверенные уже семена Что реально Хорошие помидоры Дальше Томат Добарау Добарау у нас садили в Горно-Алтайске Это баба Люба садила Царство небесное И всегда у нее Добарау были Это помидорки для засолки И так их можно тоже кушать Они высокие До двух с половиной метров Дальше Взяла семена арбуза Ультраранний Ой, я надеюсь, что у нас арбузы Получатся здесь Плазменные семена Сколько это штучек Хотелось бы узнать Количество Один грамм Ну так щупаю Не знаю, штук 5-4 Может быть есть Ой До 23-го года Так И вот мы с Марусей поговорили Насчет микрозелени Специально продается микрозелень Будем выращивать Амарандила Дайкон Укрепляет иммунитет Пьем русский огород Здесь хемка Посеял И через 7 дней Срезаешь Микрозелень Мизуна Или мизуна Урожай через 10 дней Вот такая Срезила И Маша Тоже Поделилась с ней И вот такая микрозелень Зеленый горошек Диетический продукт Богатый белком Быстро и дружно Провастает Зелень Они очень нежные Так что будем витаминизироваться И взяла еще эликсир Для лимонов и цитрусовых Стали желтеть листья На лимоне Я полила настоем Древесной золы Но все равно 4 листика он скинул Все-таки 214 рублей Ну да Вот А это эликсир Ну польем Значит разбавляется 5 мл на литр воды И проливается Ирбанический эликсир Вот так Ну а вот эти продукты И кое-что Я там еще для елинки С моргушей брала Я покупала в таблисе Хотела вам Чеком Показать цены Очень Нечеткие В общем Не стала я читать Не буду читать Так что я делала Вот такие рожки Из полбы Цельно-зерновые Они недорого стоили Что-то 81 что ли Рубль Сколько Грамм 900 Наверное точно есть Нет 500 грамм Челенькие Дальше Такой зеленый чай Чай с жасмином Семена Чия Чай Ой Чия Или испанский Шалфей Произрастает На территории Южной Америки Семена Богаты маслами 40% Большим содержанием Белка 20% Отсутствие Холестерина Позволяет употреблять В пищу Людям разных возрастов Входящий состав Омега-3 Омега-6 Клетчатка Антиоксиданты Белки Минералы Железа Кальций Цинк Витамины А, В1, В2, В3, С Помогает Сохранить Сердце И сосуды Здоровыми Предотвращает Ожирение Нормализует Уровень сахара В крови Помогает Укрепить Кости И мышцы Делают Ощущение Сытости Дают Ощущение Сытости Предупреждают Переедание Улучшают Перещеварение Семена Чия Хороший Помощник Для желающих Похудеть Контролировать Вес Хорошо Выглядеть Рекомендации По применению Зерна Чия Едя Сырыми В чистом виде Или вместе С ягодами Фруктами Салатами Йогуртом Чия Дополняет Любые Блюда Рекомендуется Применять Две столовые Ложки Семян В день Я О Чия Давно Слышала Но не могла Их нигде Купить Вот увидела В таблице И сразу Взяла Ну попробуем Дальше Взяла Стевию Тоже У нас Девчонки Заменитель Сахара Это растительный Заменитель Поэтому можно Смело Его Использовать Тоже Никогда Не пробовала Попробуем Ну это Обычные Продукты Кстати Новинка У них Белая рыба Не то Что у них Вообще Новинка Атлантик Фиш Это Паста Такая Мазать На бутерброды Белая рыбка Ну это Обычный Сливочный Сыр Тоже Мазать На хлебушек И Это Харчок Чеснок И Красный Перец Все Ну что вам Сказать про этот Магазин Да там Есть дорогие Продукты Но есть И нормальные Обычные Цены Можно Ходить Но я Там Минут Наверное Сорок Была Глазила По полкам По всем Этим По витринам Видела То чего Я никогда Наверное В жизни Не видела Вот Интересный Магазин Магазин Как Магазин И Магазин Хак Хак Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.